Друзья, мы только сейчас закончили русский перевод, поэтому несколько корявый он был. Виктория ночью, естественно, спит, кто обычно переводит. Мы сейчас с Женей быстренько перевели удобоваримый текст, сложили все то, что они хотели сказать на русский язык. Поэтому вот все, что они же сбросили, это сейчас передала я Сандре. Сейчас они сформатируют сообщение, это все появится в бэк-офисе. Что я хочу сказать, все состоялось. Это уже решение Барака Обамы, то есть Клаудио Инрике выдал этот график. То есть каждый понедельник от 500 до 2000 вывод. Сейчас в течение недели каждый эту сумму получает, кто выводит. И снова вывод в понедельник, только по понедельникам, по лондонскому времени, с 9 утра до ночи, до 12 ночи. Это все в течение августа месяца будет работать, до полной автоматизации всех процессов. Он заводит сейчас уже программу нового бэк-офиса, все уже готово. Постепенный ввод, синхронизация всех со счетами Eagle Thread Card. И все это в течение августа будет выровнено и работать как часы по системе, которую он сейчас уже адаптирует. Момент. Не забывайте по группам передавать и всем рассказывать, показывать временной период с 9 по Лондону. За пределами этого времени опять будут возвращаться в бэк-офис. С 9 по Лондону. Разница с Москвой 2 часа. В зависимости от регионов, будете знать, сколько прибавлять. Вот со времени с 9 по Лондону, это 11 по Москве. Ставить на вывод в понедельник. До 12 по Лондону. Это 2 по Москве ночи. Вот этот период нужно соблюдать. Что такое автоматический вывод? Это при лимитах, которые нам позволяет, дает пакет каждому партнеру в зависимости от стоимости, выводить сумму, запрошенную мгновенно на свой кошелек. Но в данном случае на Eagle Thread Card. Поэтому до ввода бэк-офиса, нормализации всех процессов, идет полная замена сейчас программирования. Новый бэк-офис, та же система разработки программистов от Эдрики. Поэтому Клаудио сказал так, что ему нужен месяц для полной автоматизации всех процессов. Ввода, вывода и функционирования нормальных начислений в бэк-офисе. Поэтому ступенчато заводится все, кроме вывода. Вот сейчас все готово. Вывод сейчас синхронизация. Вывод это синхронизация двух веб-сайтов. Поэтому все остальное готово. И на синхронизацию, нормальную функционирование в перспективе, нужен вот этот август. Поэтому у нее установили лимит, вывод, который будет обрабатываться 7 дней всей группой поддержки. Но каждому доступ от 500 до 2000 в обязательном порядке еженедельно. Это в течение этого периода. Дальше включается полный автомат и на вывод, каким образом. Я запрашиваю сумму, которая мне разрешает лимит моего пакета. И она мгновенно выводится на мой кабинет Eagle Trade Card. Но у них было максимум вывода 4000 мгновенно. И до 15 тысяч в зависимости от пакета по, по-моему, лимиту 48-72 часа. Сейчас они объявят. Это уже новое программирование. Это уже новый бэк-офис, новая система, новый алгоритм от совсем других разработчиков. Поэтому сейчас вот этот период проходит. И он объявляет новые лимиты. Но, видимо, будут повыше они, потому что добавились пакеты подороже. И тогда мы уже узнаем все условия работы по нашим пакетам. Сейчас автомат ввода и начислений и обработка в течение 7 дней каждой заявки. Каждому. Поэтому раз в неделю. Значит, друзья мои, сейчас звонила Сандра как раз по этому вопросу. Команда уже начала работать над возвратом сумм. Учитывая, что у нас все еще платформа, мы должны с ней расстаться. Эта платформа должна вернуть все суммы и постепенно пройти увязка нового бэк-офиса. Это же новая команда работает, новый алгоритм. Но команда уже начала работу над возвратом сумм. Поэтому мы паникуем раньше времени. Давайте все-таки до понедельника посмотрим, что у нас появится в бэк-офисах. Вывод, перевод, вернее не вывод, а перевод на другие носители, другие кошельки из Eagle Trade Card был 10-12 часов. Он и соблюдается. И даже быстрее. Дело в том, что там все время работала уже команда, которая была создана специально для этой платформы Enrique. Здесь же мы помним, что сейчас идет перевод всей системы на команду именно Enrique. Он взял под свой контроль весь ТИИ компании. Поэтому насчет того, что контроль усилить, не усилить, как работала, не работала, к сожалению, я не знаю, почему Россия так критикует все. На сегодня настолько ускорился этот процесс взрывания компании изнутри повсеместно, по всему миру. И в принципе приглашением именно штата занималась Сандра. У жуниора другие обязанности. Жуниор, значит, слишком молод, 36 лет, а не слишком молод. Он 16 лет в этом бизнесе. И как раз его гениальная голова это все и вычислила, потому что математический склад ума. Это по поводу ответа там критиковать легко, вы сами это знаете. А вот найти дыру и заткнуть ее быстро, и решить это все бюрократическим путем очень быстро, это крайне сложно. И именно вот скоростной режим жуниора, что он все делает быстро, вот позволил все это реализовать. Сандра, естественно, тоже помогала. Но Сандра это администратор. Ее основная функция это администрирование, логистика, организация процесса. Сейчас они функции разделили. И все, что касается бухгалтерии, учета. И ты, это теперь Клаудио Энрике. Как и был раньше трейдинг, осуществление и контроль трейдинга, это жуниор. Сандра администрирования внутренней, это Сандра. Но бухгалтерия и ТИ, это сейчас Клаудио Энрике. Так что у них больше доверенных лиц, управленцев и владельцев, которые на сегодня решают эти вопросы. И вот сокращение срока в обработке до того периода, который и был у нас на EGLTB Trade, трейдкарт, извините, 10-12 часов, я думаю, что они сейчас сократят это все и в бэк-офисе, доведут до этого механизма, но постепенно. Ну, увидим это все, в практике увидим.